Экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Смотрите сегодня. В 2010 году этот дом был признан аварийным и непригодным для проживания. Аварийный скворечник вместо дома для многодетной семьи следком возбудил уголовное дело из-за халатности сельских чиновников. На розыск фигуранта был ориентирован личный состав новосибирской полиции. Угрожал расправой. Начинающего налетчика задержали в Новосибирске. В банке на Затулинке клиентов и персонал распугивал заезжий гастролер. Вы откуда у нас? Откуда у нас? Какого? Там, там, там. Поживаете где? Сейчас, где где? Нашли, поговорили, определили в приют. Транспортные полицейские, железнодорожники и представители областного правительства сегодня следили за порядком на главном вокзале. Новосибирск. Пока в квартире фигурантки шли следственные действия, она умудрилась избавиться от некоторых улик. Выбросила в окно тепличку, в которой заботливо выращивала марихуану. Произошло это на глазах местного дворника, но не поняв предназначения находки, мигрант просто переместил ее в помойку. По просьбе правоохранителей пришлось доставать. Сейчас получены результаты экспертизы, изъятая наркотик, так что ответственность обвиняемой светит и по 228 статье. Ветхий скворечник для многодетных. После проведенной проверки региональная СК возбудил уголовное дело о халатности представителей администрации Кощеневского района Новосибирской области. Конкретных имен пока не называют, идет следствие. В 2019-м к чиновникам обратилась семья, попавшая в сложную ситуацию. Людям негде было жить. Через год по договору соцнайма им предоставили клетушку в рабочем поселке, правда, гораздо меньшей площади, чем положено по закону и к тому же в аварийном состоянии. Причем дом был признан таковым еще за 10 лет до этих событий. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Кощеневского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ. В первомайском суде Новосибирска приговорили 36-летнюю жительницу села Новолуговое, которая летом прошлого года палила из охолощенного автомата по своим соседям. Когда нарушительницы спокойствия сделали замечание, она достала из кармана ствол, похожий на пистолет Макарова, и с еще большей агрессией накинулась на недовольных окружающих. Одна женщина посчитала угрозу реальной и вызвала полицию. В итоге буйную селянку не стали лишать свободы, наказав тремя годами условно. Гастролеры из Читы арестовали за вооруженное нападение на офис банка в Кировском районе Новосибирска. Задержали злоумышленника, устроившего переполох на Затулинке спустя три месяца. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Натянув на голову капюшон разноцветной кофты и скрыв лицо под медицинской маской, в начале ноября неизвестный решительно вошел в отделение Сбербанка на улице Зорге. Он показал кассиру записку с угрозой и требованием отдать деньги, а для убедительности вынул из кармана предмет, похожий на пистолет. Сотрудница кредитно-финансовой организации не растерялась, незаметно нажала тревожную кнопку и вступила с налетчиком в диалог. Не ожидавший такого развития событий, мужчина поспешил скрыться. После поступления сообщения о преступлении в полицию, на место незамедлительно прибыла следственная оперативная группа. На розыск фигуранта был ориентирован личный состав новосибирской полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Задержанным оказался 18-летний житель Забайкальского края. На время разбирательства предполагаемого разбойника взяли под стражу. В СИЗО его уже навестила следователь и допросила фигуранта в качестве обвиняемого. Грозит начинающему налетчику до 8 лет колонии и крупный штраф. Дело другого вооруженного новосибирца уже передают в суд. В ноябре прошлого года молодого человека с подозрительным кофром остановили транспортные полицейские в районе железнодорожной станции Барабинск. Оказалось, незадолго до этого он незаконно сбыл мощную пневматическую винтовку фирмы «Хацан» класса «Супермагнум». Стоит ли говорить, что на подобное оружие нужны особые разрешительные документы, а его продажа из-под полы категорически запрещена? Барабинский транспортный прокурор утвердил обвинительное постановление по уголовному делу в отношении местного жителя, которое обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 222 УК РФ. Незаконность будет пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 джоулей. Уголовное дело направлено в Барабинские районы суд Новосибирской области для рассмотрения по существу. В частном секторе Калининского района Новосибирска накануне произошел пожар. На улице декоративной вспыхнули надворные постройки. Хозяева успели выбежать на улицу. Общая площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Пламя перекинулось на стену бревенчатого дома, но прибывшие расчеты МЧС смогли отстоять жилища. Дальше огонь не пошел. Из сарая вынесли клетки с 8 кроликами, а вот куры, которые также находились в хозблоке, погибли. Другие представители животного мира Новосибирской области заинтересовали самого Александра Бастрыкина. От сотрудников ведомства глава СКР ждет подробный отчет о проблемах с отловом бездомных собак в регионе. Дальше огонь не пошел. Последнее время местные жители, причем из разных районов города и области, поднимают одну и ту же тему. Агрессивные псы атакуют прохожих, страдают дети. На Первомайке, например, бездомные собаки вообще обосновались недалеко от школы. Раньше там работала небольшая лесопилка, но предприятие закрылось и четвероногих охранников, видимо, вышвырнули на улицу. На вокзале Новосибирск-Главный сегодня было очень много сотрудников транспортной полиции. Там проходило спецмероприятие. Правда, искали на режимном объекте не матерых преступников, а людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Сегодня совместно с представителями железной дороги и сотрудниками Министерства труда и социального развития Новосибирской области в здании железнодорожного вокзала станции Новосибирск-Главный было проведено мероприятие по оказанию помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Данные граждане, не имеющие постоянного местожительства, направлены в специальные социальные цены. Так называемые бомжи обычно иютятся на привокзальных площадях. Эти люди по разным причинам, оказавшиеся без крыши над головой, от отчаяния нередко совершают преступления. Так вот, сегодня с ними провели профилактическую беседу, рассказали о специальных центрах помощи и адаптации. Многие даже не подозревали о существовании таких ночлежек, где не только кормят, помогают пройти медицинский осмотр или обследование, но и восстанавливают документы. И последнее. Хорошо провел новогодние каникулы персонаж, которого теперь разыскивают оперативники Кировского райотдела Новосибирска. Любителю гульнуть за чужой счет грозит уголовная ответственность по статье кража. С 31 декабря по 2 января мужчина неоднократно рассчитывался найденной банковской картой, в том числе в популярном алкомаркете. Общая сумма ущерба больше 3000 рублей. Если вы узнали предполагаемого воришку, помогите следователям телефоны на экране, конфиденциальность гарантируется. На этом пока все. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам на WhatsApp номер 8 983 510 2005 или на электронную почту редакции. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, экстренные НСК. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя. До встречи на ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok